Итак, в Минском аэропорту на борту самолета искали бомбу 8 часов. Позже этот самолет вылетел в Вильнюс и приземлился в столице Литвы около 9 часов вечера по Минску. Белорусская служба радиосвободы и другие службы сообщили, что по итогу в Вильнюс так и не прибыло шестеро пассажиров, двое белорусов и четверо россиян, среди которых и девушка Протасевича. Как сообщает BBC, девушка зовут Софья Сапега, она студентка Европейского гуманитарного университета. Добавлю, что критики в связи с посадкой самолета с Протасевичем подверглись не только белорусские власти, но и руководство ирландской авиакомпании Ryanair. Комментарии по поводу инцидента Ryanair выпустили спустя несколько часов после посадки борта. Из-за этого времени интернет-пользователи оставили на официальных страницах компании сотни негативных отзывов. Читатели на разных языках обвиняли компанию в отсутствии реакции на вынужденную посадку своего самолета, назвали ее соучастниками режима Лукашенко. В комментариях можно встретить отзывы о том, что Ryanair фактически убила своего пассажира, и заявление клиентам, что никогда больше не будут летать рейсами этой авиакомпании. Есть ли причины критиковать авиакомпанию и ее экипаж, и как можно расценивать с точки зрения международного права действия белорусских силовиков? Об этом, обо всем поговорим с авиаэкспертом Богданом Долинце. Богдан, доброе утро. Здравствуйте. Вот белорусские власти сообщают, что отправили в помощь к пассажирскому самолету истребитель. Вы понимаете, как истребитель в принципе может оказать помощь в небе и при посадке? Ну, на самом деле, необходимо смотреть соответствующие требования, инструкции, условно говоря, Республики Беларусь, потому что на сегодняшний день ответственность за воздушное судно и его безопасность при пролете той или иной государства несет конкретное государство. Естественно, оно само может прописывать определенные требования в условиях разных ситуаций, которые могут возникать. Если мы говорим о вызове воздушного военного судна, то, как правило, такие судна привлекаются, если пассажирский самолет нарушает или требования пролета по маршруту, или определенное время не подает никакой связи с наземенными службами, или, соответственно, пересекает, условно говоря, какие-то территории, запрещенные для пролета. И такое судно, как правило, может быть принудительно посажено на указанный аэродром. Если говорить в целом, практика такая не применяется для пассажирских судов, если нет крайней необходимости, или если это не предусмотрено соответствующими инструкциями для персонала управления воздушным движением. Пагдан, исходя из той информации, которую мы владеем, то, что нам сейчас известно, все-таки компания Ryanair подверглась небывалой критике со стороны пользователей и клиентов. Вы можете сказать, все-таки экипаж действовал правильно, согласно инструкциям? Если говорить о действиях экипажа, то, как правило, экипаж, он ознакомливается с требованиями, как отдельными в государствах, которые не пролетают по маршруту, и, соответственно, если говорить об экипаже, то основная задача для экипажа, которая здесь сохранения жизни людей и обеспечения безопасности полетов. Есть, на самом деле, две процедуры. Первая процедура – это как раз рекомендательная, когда диспетчера могут предлагать ряд вариантов пилотам, и пилот берет на себя ответственность, принимает решение лететь дальше и возвращаться на ближайший или указанный аэродром. И другая процедура – это так называемая принудительная посадка, когда фактически пилота не остается в возможности для решения и невыполнение соответствующих требований государства-членов, которым он летит, может привести к тому, что против него может быть использовано вооружение. Вот вы говорите, что при посадке в ближайший аэропорт. Судя по радарам, как я вот смотрел, все-таки ближайший аэропорт для посадки был именно в Вильнюсе, а не в Минске. Как вот можно объяснить, что фактически для якобы заминированного судна выбрали место посадки в Минске по более длительному пути? Тут вопрос как раз уже к конкретно депетчерам, потому что те инструкции, которые есть, они, как правило, не являются публичными, они имеют служебный характер для того, чтобы, условно говоря, потенциальные террористы не могли их изучить и понимать действия наземных служб. Соответственно, есть две опции. Как правило, выбирается как раз ближайший аэродром, но при этом международные документы говорят, что аэродром посадки может быть в том числе указан государством на территории которого внести международные судна. И, соответственно, если такое происходит, то пилот уже не может выбирать, куда ему садиться и вынужден выполнять посадку на указанном аэродроме. Единственное, может быть, исключение, если есть плохие погодные условия, которые не позволяют безопасно посадить, такой пилот может просить или коммуницировать с диспетчером, чтобы был изменен аэродром посадки. То есть единственный случай, когда пилоты могли не послушаться минских диспетчеров, это погодные условия. Правильно я понял? На самом деле пилоты не могли не послушаться. Пилоты могли только запросить возможность изменить аэродром посадки. Я вас понял. Богдан, спасибо большое за ваше разъяснение. Авиэксперт Богдан Далинца был с нами на прямой связи. Расскажите, пожалуйста, вот известно о том, что Арманом Протасевича задержали белорусские силовики. Когда самолет садится при экстренной посадке в Минске, в каком статусе находятся все вот эти пассажиры, которые, они же не пересекают границу Белоруссии или пересекают? Законно ли задержали Протасевича? Ну, они в этой ситуации уже находятся под юрисдикцией Белоруссии. Но и, скажем, момент задержания, да, он правомерен. С точки зрения того, что самолет, когда сел на территорию Белоруссии, лица, находящиеся на борту, они оказываются под юрисдикцией Белоруссии. То есть, несмотря на то, что они не проходят таможенный контроль, пограничников? Нет, все равно. То есть, как бы они находятся под юрисдикцией Белоруссии. То есть, момент таможенного пограничного контроля в этой ситуации не имеет значения. Но я бы здесь больше все-таки разделял вопрос правомерности посадки самолета и его нахождения на территории Белоруссии, что является очевидным нарушением международного права. И вопрос уже задержания самого Протасевича на территории Белоруссии. Если первое, это очевидное нарушение международного права, то второе... Почему? Расскажите. Дело в том, что согласно Чикарской конвенции о гражданской авиации запрещено применять вообще какое бы то ни было силовое действие в отношении гражданских судей. Применять подобные действия возможно только если полет осуществляется без разрешения на территории государства. Или же существуют разумные основания полагать, что самолет используется для целей, которые противоречат Чикарской конвенции. В частности, одной из таких целей, это может быть, ну, например, использование судна для террористической деятельности. То есть, тогда судно квалифицируется как воздушное судно-угроза, и в отношении него может применяться перехват. При этом, вот, очень важно отметить, что просто информация о наличии взрывного устройства на борту судна не является достаточным основанием для квалификации его как воздушного судно-угрозы, чтобы его, ну, чтобы можно было осуществлять его перехват. То есть, отдав приказ Лукашенко выпустить, отравить воздух-истребитель на перехват пассажирского самолета, он нарушил международное право? Ну, конечно, необходимо, как, какие-то выводы окончательно можно сделать, прослушав переговоры пилотов с диспетчерами и с пилотами МИГа, для того, чтобы понять, как вообще развивались события, и кто кому какие приказы отдавал в этой ситуации. Но если были какие бы то ни было формы давления на пилотов, или же какие бы то ни было формы угроз в отношении пилотов, и пилоты под давлением принимали решение о посадке судна в Минске, это да, это тогда очевидное нарушение Чикарской конвенции и международного права. Захар, спасибо большое за ваше разъяснение. Очень много ответов, которые действительно мы не понимали, вот еще до этой минуты, вот перед нами вы открыли. Захар Тропин, доцент кафедры международного права Киевского института международных отношений, был с нами на прямой связи. Хотите быть в курсе последних новостей? Смотрите «Настоящее время».